В регион с рабочим визитом прибыл советник премьер-министра республики Казахстан. В первую очередь он провел совещание с представителями бизнеса в стенах областного Акимата. Обсуждаемая тема – реализация проекта Ола Манате. В данной программе также была прописана схема товарный кредит. Без залога, без процентов. Для тех категорий людей, первую очередь для многодетных, малобеспеченных категорий людей, которые не могли принимать участие в проекте Аула Маната. Потому что этот проект предполагает в отношении всех категорий конкретные требования, которые предъявляет СПК. По 2,5% президент страны создал максимальные условия для жителей села. Северо-Казахстанская область является аграрным регионом. Более половины населения или 56% проживают в сельской местности. Поэтому вопрос повышения качества жизни сельчан является одним из главных приоритетов, отметил глава региона. Мы знаем, уважаемый Ерлоплан, что вы успешно реализовывали свой опыт в Актюбинской области внедрения товарного кредитования в рамках проекта Ола Маната. И на сегодняшнем совещании хотели бы обсудить вопросы по повышению благосостояния сельского населения в нашей области, в том числе развития предпринимательства. В селе Орла-Агаша Каинского района на протяжении трех лет функционирует птицефабрика «Северный броллер» с производственной мощностью 5,5 тысяч тонн мяса в год. Планируем инкубировать, выращивать соответственно и уже под забой передавать уже под реализацию. На основании того, что Ерлоплан, предлагаем и думаем тоже, подумаем по этому вопросу, в части поддержки ЛПХ Хаинского района по передаче суточных цыплят после инкубации для доращивания, выращивания уже в птицу в возрасте от 35 до 42 дней. С поддержкой, соответственно, это ветеринарной поддержкой, обучением, также можем предоставить готовые корма для выращивания. То есть мы подумаем по этому алгоритму. Советник-премьер-министр Республики Казахстан дал поручение Акимам сельских округов. Они должны держать на особом контроле дальнейший рост поголовья. В селе Бесколь Казалжарского района семья Сатыбалтинах год назад открыла птицеводческую мини-фирму по программе «Аула Моната». Сумма займа – 8 миллионов тенге. Всего в хозяйстве около 800 голов кур. Продукция реализуется в населенном пункте и в Петропавловске. Оптовая цена одного яйца начинается от 35 тенге. В том году, услышав супругам о такой программе «Аула Моната», что дается кредитование по 2,5%, взяли кредит, поставили в залог наш частный дом, одобрили его. Кредитная история у нас тоже хорошая. Оформили кредит. То есть у нас было вот это здание наше. Приобрели клетки на заказ под птицу и закупили по голове около 800 голов. На данный момент мы уже развиваемся больше полугода. Вот 26 октября год будет открытие нашей птицефермы. В автомойке самообслуживания также закупили новое оборудование в рамках программы. Сумма займа – порядка 5,5 миллионов тенге. На сегодня здесь работают три сотрудника. Среднемесячная заработная плата составляет 150 тысяч тенге. В день обслуживает около 20 машин. В командитном товариществе Дзенченко и компания в селе Новонекольском Яролот Ухжанов посетил социальные объекты. В средней школе обучается 355 детей. Для них предусмотрено бесплатное горячее питание. В этом году выпускники, сдавшие ЕНТ, все поступили на грант. Седьмой класс один. Я просто по количеству детей считаю. Как вы можете полнокомплектно обеспечить учителями каждый класс при таком количестве детей? Нет никаких проблем. По два класса комплекта учителей хватает. Мы предоставляем жилье. За счет этой Зенченко и компания предоставляется благоустроенное жилье. Поэтому проблем нет. Люди едут. Едут люди, да. В Доме культуры действует 10 коллективов. Всего 145 участников. В селе Новонекольском также открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь расположены тренажерные, спортивные залы и бассейн. По словам инструктора, сельчане активно занимаются спортом, поэтому имеют большие успехи. 80 раз. Девочка, девочка, 12 лет. А мальчик, 17 лет, он 32 килограмма, 280 раз. Не, ну чемпионат, но... Чемпионат мира сейчас идет. Это в Киргизии как раз. Но они были где? В Южной Корее. А в Южной Корее, они были в Сербии. На плавание ходят порядка 80 человек в день. Для детей вход бесплатный. Также советник премьер-министра посетит и другие районы области. Глава региона Гауес Нурмухамбетов и Аким Улутауской области берег Абдыгалиулы посетили поселок Лобаново в Айртауском районе. Там состоялось масштабное мероприятие, где главы областей ознакомились с историко-культурным наследием Северо-Казахстанской области. Основная цель встречи – почтить память известных людей региона. На встречу приехали известные ученые страны. Один из них – профессор Нуржан Кулумжанов. У нас есть программа, которую мы хотим показать нашим гостям. Рассказать, как люди жили в те времена, именно в период расцвета ботайской культуры. Благодаря ей мы узнали, как жил наш народ в древние времена. Мы чтим историю своих предков и я надеюсь, что всем присутствующим понравится наша презентация. Прежде всего, руководителям двух регионов показали выставку с археологическими находками и памятник ботайской культуры – место, где впервые была приручена дикая лошадь. Жители Улатау были удивлены, увидев останки эпохи неолита. Также гостям продемонстрировали важные проекты в сфере туризма Айртауского района. Как известно, именно там ежегодно отдыхают тысячи казахстанцев. О ходе работы туристических организаций рассказал заместитель Акима области Рустем Курманов. И Монтал-Шалкарская зона входит в топ-10 приоритетных туристических территорий. В десятку мы входим, получается. За плодотворную работу в сфере отечественного строительства и вклад в развитие инфраструктуры страны Аким Североказахстанской области вручил государственные награды региональному специалистам. Среди них была и Ольга Прудовикова, которая работает в этой сфере более 40 лет. Она получила почетный орден за заслуги. Сегодня произошло награждение наших ведущих всех строителей, проектировщик «Я одна». Настроение очень прекрасное. В этой сфере я работаю с 1982 года. Занимаюсь... 12 лет я была чисто в системе реконструкции. А потом уже началось с 1992 года и реконструкция, и новостроительство. Вот это идет и привело к тому, что мне вручили награду за мои достижения, за мои знания, опыт. И, естественно, не только за мои, это за работу организации, которую я возглавляю. На мероприятие Аким области вручила ордена Курмет, ордена третьей степени Енбек Данкы, медали Ерен Енбек Оушен. Одним из награждаемых стал Корыбай Шаяхин, директор товарищества с ограниченной ответственностью ПМК-5 из района имени Габита Мусрепова. Наша ТО работает с 2004 года. Мы строили дома. В городе Петропавловске строили мечеть. В районе имени Габита Мусрепова построили 12 пятиэтажек. У нас много достижений. В ТО работает 50 человек. Спасибо президенту и Акиму области за то, что они отметили мой труд. Я очень благодарен. Всего на вручение отметили заслуги семи заслуженных специалистов области. В их числе также был Кайрла Галеев, начальник управления строительства, архитектуры и градостроительства Акимата Северо-Казахстанской области. Он награжден медалью Курмите Кур-ЛСШ, приказом министра индустрии и строительства Республики Казахстан. На заседании областного Акимата подвели итоги социально-экономического развития региона за семь месяцев. За этот период экономика региона показала стабильное развитие. В сельском хозяйстве объем продукции составил 118 миллиардов тенге с ростом на 1%. В то же время допущено снижение объемов производства мяса. Положительные темпы роста промышленной продукции достигли за счет Петропавловска, где произвели порядка 68% продукции от областного объема. Снижение имеется в ряде районов. В текущем году в регион привлекли 211 миллиардов тенге инвестиций, рост произошел на 15%. За 7 месяцев в текущий год введено жилых зданий общей площадью 102,7 тысяч квадратных метров или 6% роста к уровню прошлого года. Увеличение ввода жилья обеспечено всеми районами и городом Петропавловск. При этом наиболее высокие темпы роста сложились в Таиншинском, Мамлюцком, Тимиряйском, Аккаинских районах. 382 квартиры планируют приобрести в области для жителей из социально уязвимых слоев населения. 11 уже выкупили. Имеется риск по конкурсным работам. Город, средства дают на приобретение именно для социально уязвимых слоев населения. Дают средства вам. Вы сегодня не можете освоить в июле месяце, не могли освоить в июне месяце. Сегодня я просил министра Канад Бесимбайча по приезду в наш регион, просил, чтобы перенесли эти средства на, часть средств перенесли на август месяц. Вы сегодня опять не успеваете освоить. Почему? В чем дело? Разбирайтесь. Обсудили и готовность региона к новому учебному году. В этом году будут работать 460 дошкольных организаций, 458 школ и 24 колледжа. Капитальный ремонт проводится на 53 объектах образования. На эти цели выделено более 6 миллиардов тенге. Завершены работы на 24 объектах. На 9 объектах работы будут завершены до конца этой недели. И по остальным объектам работы продолжаются. На сегодняшний день объем выполненных работ составляет от 85 до 95 процентов. Но к началу учебного года нам подрядчики обещают, что ремонтные работы будут завершены. Финансирование сферы образования ежегодно увеличивается. В этом году выделили 150 миллиардов тенге. В прошлом – 138. Для детей с особыми потребностями с нового учебного года начнет свою работу новая специальная школа в микроюне Береке на 300 мест, со спальнями корпусом на 50 мест. Есть проблемы, на которых я хотел бы остановиться и предпринять необходимые нам конкретные меры. По увеличению скорости интернета в школах области. На сегодня у нас скорость интернета составляет от 20 мегабит в секунду и выше 440 школах, или 96%. Из них 140 школах скорость интернета увеличена посредством установки оборудования Starlink. Из оставшихся проблемных 19 школ, установка оборудования будет проведена по трём школам 1 сентября. По 16 школам приграничных районах вопрос остается открытым. Глава региона поручил подтянуть все показатели и устранить имеющиеся в сфере недостатки. Далее обсудили предстоящую уборочную кампанию. Согласно метеорологических данных, на 1 августа количество выпавших осадков по области превышает норму до 207%. При этом 80% зерновых посевов находятся в хорошем состоянии, 20% удовлетворительно. В целом для проведения уборочных работ текущего года планируется участие 7,3 тысяч зерноуборочных комбайнов, в том числе из них 3,9 тысяч единиц, это высокопроизводительные, 12,7 тысяч тракторов, 9,1 тысяч тракторных прицепов, 4,5 тысяч жатых и 5,8 тысяч грузовых автомобилей. К уборке аграрии приступят в конце августа. В текущем году товаропроизводители эффективно поработали с минеральными удобрениями, а потому качество хлеба остается высоким. Акимам районов поручили оказать помощь аграриям, создав оперативный штаб. Нам нужно подключиться со стороны департамента полиции, со стороны чрезвычайных служб, со стороны всех служб, которые сегодня есть, надо подключиться, чтобы этот хлеб максимально убрать. Точно мы говорим, что уборка будет очень сложной по этому году. Видим мы уже сегодня. ГОЭС Нурмухамбетов поручил провести уборочную кампанию в оптимальные сроки и обеспечить готовность элеваторов к приему зерна. Министерством сельского хозяйства поставлена задача обеспечить полуторагодовалый запас сена в регионе. Это порядка 1 миллиона 400 тысяч тонн. Погодные условия в текущем году благоприятно сказались на урожайности, отметил Мирам Мендебаев на брифинге. По оперативным данным на сегодня заготовлено 979 тысяч тонн сена или 104,3% к заданию. Сенажа 346 тысяч тонн или 148% к заданию. Для поголовья домашних хозяйств заготовлено 352 тысяч тонн сена или 83% от потребностей. Из 47 тысяч дворов, содержащих поголовье животных, сеном обеспечено 39 тысяч дворов или 83%. Средняя цена на тонну сена составляет на сегодня 12-14 тысяч тенге. А еще в регионе ожидаемая численность поголовья сельскохозяйственных животных, входящих в зимовку, составят крупнорогатый скот 312 тысяч, мелкий рогатый скот 401 тысяч и лошадей 150 тысяч голов. Поэтому важно обеспечить кормовой фонд в полном объеме. Агроформирование Месисского и районов Шалакына приступили к заготовке силоса на сегодня. Заготовлено порядка 11 тысяч тонн. План на текущий год по силосу у нас 278 тысяч тонн или 4%. У нас все, скажем, аграрии полным ходом, они, естественно, будут заготавливать корма не только на текущие зимы и с запасом на полтора-два года. С учетом этого и наше население сегодня активно вовлечены в эту работу. Из-за дождей начало уборки урожая передвинули на конец августа-начало сентября. Хотя выборочно работы ведутся во всех районах. А еще будет создан оперативный штаб для координации действий и решения вопросов, возникающих в период уборочной кампании. В Есельском районе продолжается строительство пяти домов по программе приобретения жилья для социально уязвимых слоев населения. Работы завершились в двух домах. Местные жители уже получили ключи. Обладателем одного из них стал Евгений Шаповал вместе со своей семьей. С супругой Галиной он воспитывает девять детей. Мы жили в условиях таких. У нас было съемное жилье, можно так сказать. Оно сырое болото. Под полом вода стоит плесень. К нам на день матери приезжал Аким наш Есельского района поздравлять мою жену, супругу с праздником. Ну и он увидел в каких условиях мы проживаем. Он спросил, чем могу помочь вам. Ну я сказал, говорю, у нас жилье вот так. Он посмотрел, в каких условиях мы живем и обещал нам дом. Помочь жильем. Второго числа приехали они. Здесь этого месяца. Нам получили новый дом. Дом хороший, большой. Сколько комнат? Две комнаты, зал, кухня. Новый дом семьи благоустроенный. Есть ванная комната, санузел. Условия радуют. Потихоньку семья уже начинает обустраиваться. Вторая спальня у нас будет. Здесь будут мальчики у нас. Здесь как бы больная. У нас будет отопление центральное. Здесь будет подсоединяться. Здесь кухня у нас. В ближайшее время супруги планируют перевезти все вещи и уже окончательно переехать сюда. Деньги были выделены порядка 76 миллионов как с республиканского бюджета, так же и с областного бюджета. Два дома сданы, три на стадии строительства. Один дом уже ставится кровля. Строительство ведет Жуматаев, Жанат. Работает бригада порядка 8 человек. На сегодняшний день подготовительные работы. Это по ограждению территории, где строительство ведется. К строительству домов бригада приступила с мая текущего года. Все проекты завершить планируют к ноябрю. Всего по Исильскому району в очереди на жилье стоят порядка 350 семей. Из них 102 малообеспеченные. Пилотная сельхозперепись стартовала в Казахстане. В нашем регионе ее охватит областной центр, села Бесколь и Сырымбет. Всехозяйственная перепись проводится для уточнения всех показателей сельского хозяйства. Обычно проводится раз в 10 лет. Последняя перепись у нас была в 2006 году. Переписи сельском хозяйстве подлежат юридические лица с видом деятельности сельского хозяйства, все крестьянские хозяйства, все домашние хозяйства, которые имеют свою землю, технику, кто высаживает, и скот. А хватит и дачные участки. Обследование будет выборочным, говорит специалист. Так, к примеру, в Петропавловске отобрали около 500 частных домов и дачных участков. Пройти перепись можно и онлайн на сайте sonac.gov.kz. Параллельно департаментам отобраны 6 человек-интервьюеров, которые будут проводить опрос лично. Помимо этого, кепка с логотипом, планшет и сумка, в которой лежат необходимые бумаги, а также фонарик и свисток для безопасности интервьюеров. Педагогические лица в обязательном порядке КХ и ТО, население по желанию может пройти. При прохождении этой переписи, в завершении ее будет приходить смс-уведомление. Также было и на перепись населения, если вы помните. И этот номер нужно зафиксировать, то есть оставить у себя. Если наш интервью приходит, этот номер нужно просто передать, и тогда повторного опроса уже не будет. Опрос включает в себя пункты о наличии своей земли, скота и техники, посевов. Будут и вопросы по благоустройству. Морал Нуржа Уипова отмечает, что эта сельхозперепись должна показать, насколько в области имеется покрытие интернетом, а также это испытание самого опросника и вычисление нагрузки для интервьюеров. В целом, проводить пилотную сельхозперепись планируют до конца сентября. Вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане обсуждается уже несколько лет. Он вызывает широкий интерес как в стране, так и за ее пределами. Введение АЭС рассматривается как важный шаг в обеспечении стабильного энергоснабжения и развития энергетической инфраструктуры страны. Вопрос безопасности, экологии и формирования общественного мнения остаются в центре внимания. Их решение является ключевой задачей правительства для успешной реализации проекта. Все экономически развитые страны хорошо относятся к атомным электростанциям. Они необходимы для защиты окружающей среды, потому что атомная энергетика является экологически чистой энергией. Уже многие страны Европы и Азии пользуются этими станциями. Строительство такой в Казахстане поможет ускорить экономическое развитие государства. Благодаря АЭС мы сможем войти в топ-30 развитых стран. Стоит отмечить, что износ сетей электроснабжения в регионе составляет почти 95%. Аварии в сетях доставляют неприятности жителям. На эту тему мы поговорили с ними на улицах областного центра. Все оброшенные нами горожане считают, что Казахстану необходима атомная электростанция. Электричеством все употребляют, город растет. Будет дешевле, я думаю, с электростанцией это такое. Сейчас ТЭЦ у нас не ахтита как особо. Я считаю, что надо Казахстану. Ну, я думаю, если не хватает энергии, значит она нужна. Ну, а так, если по безопасности, конечно, она ни к чему. Мое личное мнение и нужна. Ну, потому что, извините меня, уже 21 век, мы же не можем одним углем топиться и дровами. А энергия сейчас решает почти все. Поэтому я только за. И не одну надо, а минимум для нашей территории хотя бы, ну, штуки три хотя бы. Да, поэтому я за атомную станцию. Специалисты говорят о том, что планируют использовать отечественное ядерное топливо. То есть, речь идет о максимальной локализации. В настоящее время в стране производство электрической энергии осуществляют 222 электростанции различной формы собственности. 59 из них – ветроэлектростанции. К сожалению, они закрывают потребность республики лишь на 6%. Общая установленная мощность всех станций – 24 600 мегаватт. И, как считают эксперты, АЭС восполнит этот пробел. О подготовке к новому учебному сезону в Кузыбае в университете говорили на брифинге. ВУЗ ведет трехуровневую подготовку специалистов по 85 образовательным программам баклавариата, 71 программе магистратуры и 7 докторантуры. По состоянию на 20 августа поступило заявление о 1400 абитуриентов. Приемная комиссия будет работать до 25 августа. В рамках реализуемого проекта с университетом Аризоны на сегодняшний день по двудипломным и совместным программам ведется подготовка 644 бакалавров. Это двудипломные программы, второй и третий курс, порядка 40 человек. И совместные образовательные программы 274 человек – это второй курс и 99 человек – это третий курс. Хотелось бы отдельно отметить, что в нашем университете обучается порядка 137 студентов из зарубежных стран. Университет в этом году получил 1139 образовательных грантов, в том числе 86 грантов по квоте ЧС. Совместные образовательные и двухдипломные программы с университетом Аризоны – 507 грантов. Кроме того, что государство выделяет государственные образовательные гранты, есть гранты фонда «Казахстан Халкана». Буквально сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии, 10 ребят – это из социально уязвимых слоев населения, это сироты, инвалиды, малобеспеченные ребята. Их документы будут направлены для рассмотрения в этот фонд. Кроме того, в этом году Freedom Bank для наших ребят выделил 15 грантов. Это тоже хорошая помощь по сельскому хозяйству, IT-направлению, юриспруденция. Также местными исполнительными органами Акиматом области в этом году выделено 58 грантов по медицине, хореографии и IT-технологиям. В настоящее время на балансе университета имеются 4 студенческих общежития с общей проектной мощностью 1365 мест. Также Акиматом Петропавловска осуществляется процедура передачи общежитий на 306 мест. За летний период в УЗИ провели ремонт в корпусах и общежитиях. Также с этого года здесь совместно с колледжами Петропавловска запускают программу дуального обучения.